Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Портал детали. Главные новости Израиля. Нет, нет, нет. Так было с дальнобойными ракетами, так было с танками, так было с самолетами. Потом, вроде говорят, да, но все это идет крайне и крайне медленно. И вот недавно Зеленский вернулся из Дании и Нидерландов. Сейчас он там был еще с визитом на Балканах. Ему дают самолеты, ему дают М-16, дают датчане, дают нидерландцы, Голландия. И получается, что есть как бы такая долгосрочная поставка этих самолетов. То есть это говорит о том, что западные страны считают, что это как бы процесс надолго. На ваш взгляд, это серьезный, так сказать, план поставок вооружения или в какой-то степени это сигнал Путина, что если ты надеялся на то, что мы скоро устанем кормить Украину, давать ей оружие, то ты ошибаешься. Мы готовы надолго. Ну, вы практически уже ответили. Это оба варианта, по-моему. Так или иначе, Завод будет поставлять вооружение Украине, хотя он делает это достаточно неохотно ввиду разных, скажем, соображений, ввиду опасения со стороны реакции России. Потому что она долго и грозно предупреждала, что не давать, не пускать, не пускать в Украину разные те или иные виды вооружений. И к этому относились достаточно серьезно, но потом так или иначе начали отступать от политики, в смысле готовности передать те или иные, скажем, танки или другие виды вооружений, виды ракет и так далее, противотанковое вооружение дали. И теперь дошло до самолетов. Ну, Россия, конечно, воспринимает это очень негативно, но все же факт остается фактом. Запад намерен предоставить эти самолеты. Но предоставить такие самолеты, скажем, системе, у которой нет соответственной базы, это процесс очень длительный, потому что нужно подготовить и экипаж, это легче всего. Но и все, что касается технического обеспечения, наземного оборудования, это процесс на месяцы. Так что в той или иной мере это сейчас не влияет на процесс противостояния, непосредственного противостояния России с Украиной. Это так или иначе даст о себе знать где-то через несколько месяцев. В этом отношении это оба. Это, да, подготовка длительного противостояния с Россией, но это параллельно в не меньшей мере. Это какая-то, скажем, угроза или давление на Россию, что вот Украина никуда не уходит, не собирается сдаваться. У вас проблемы, у вас свои проблемы, россияне, поэтому давайте начинайте обдумывать, как мы кончаем этот конфликт. Это очень может быть. Но вот это касается и Ф-16, но это касается еще других видов, которые еще не поступили и будут поступать в будущем. Так что это отдельный вопрос пока. Вот как раз по поводу того, что вы упомянули, то есть думайте о том, как это заканчивать. Да, мы с вами в прошлой программе, вы сказали, что неделю назад, что Путин давно готов к мирным переговорам, точнее к переговорам о прекращении огня. Слово мирным, наверное, здесь не совсем правильно использовать. Но как бы Запад его как бы постоянно, так сказать, не допущает. Ну и Украина, сейчас вот было как раз опубликовано, что были проведены опросы общественного мнения в Украине, так там больше 60%, там больше 65%, по-моему, если не ошибаюсь, как раз против того, чтобы, значит, идти на какие-то уступки России. Как, на ваш взгляд, все-таки будет сейчас складываться вот эта дальнейшая ситуация? То есть все же понимают, что любая война кончается переговорами. Я действительно сказал это уже достаточно давно, говорю об этом, что вот Россия, да, заинтересована в осуществлении, скажем, переговорного мирного процесса. У нее ярко выраженный интерес. Россию истощает, эта война ее истощает во многих отношениях. Поэтому для того, чтобы выйти из нее как-то с минимальным ущербом, я не скажу, победителем, нужно как-то так или иначе, чем скорее, тем лучше кончать. Это с одной стороны. С другой стороны, это необязательно Украине, если желание сдавать территории, у Запада есть желание оставить Россию без ущерба. И тут в основном проблема, потому что Россия готова найти переговоры, но она не готова уйти безвозмездно, не оставив с собой ничего. Она так или иначе требует те или иные выступки со стороны Украины или, если хотите, Запада. И она хочет так или иначе представить это как какое-то достижение, иначе зачем было идти на эту войну, иначе как она будет вести себя по отношению к другим бывшим советским республикам. И все, что касается ее тех или иных соседей, это необходимо для того, чтобы Россия продолжала существовать как держава, а не как какое-то там, скажем, достаточно скромное государство. Это не в ее расчетах. Поэтому переговоры должны дать ей как минимум эту возможность. И именно этого они хотят ей давать. Поэтому тянут в разные стороны, и поэтому это продолжается. Это одна из основных причин того, что это еще пока... Эти переговоры пока еще не на горизонте. Но я очень не удивлюсь, не удивлюсь, если вдруг начнется реализация этих процессов. Украина тоже достаточно истощена, и те поставки вооружения, будущие поставки, так или иначе не решают и последневных проблем, и экономических. Напоминаю, что Россия достаточно жестко наносит, так сказать, свои удары по экономической базе Украины, по другим инфраструктурам. Это в какой-то мере так или иначе все же подталкивает Украину к готовности на переговоры. Но пока еще рано. Ассо, так сказать, суммировать. Скажите, на ваш взгляд, что происходит сейчас в Кремле, в Москве? То есть мы сейчас видели, официально уже наконец-то опубликовано об отставке генерала Армагеддона, генерала Суровикина. Первоначально говорили, что он там в Лефортово сидит. Потом заявили, что в Лефортово его нет. Он просто отдыхает. Ну, как обычно, тянули, 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 тянули. Сейчас заявили, что его все-таки сняли. Есть разговоры о том, что он не одинок, так сказать, в своей отставке. Точнее, как, он не уволен из армии, да? То есть он отправлен пока, так сказать, в резерв. И что еще полетело больше десятка генералов? Значит, это все последствия бунта Пригожина? Или это более глубокие, так сказать, подковерные игры, борьба между кремлевскими башнями? Я бы не сказал, что сам, так сказать, казус с Пригожиным был сам по себе и случайность. И он составной. А именно всего этого процесса, который происходит, как вы сказали, между башнями, происходит в России противостояние разных группировок. И вокруг вопроса, касающийся продолжения войны с Украиной, но и вопрос наследства, и вопрос борьбы за власть. Есть там разные группировки. Одна из них была, вероятнее всего, та, которая включала и Пригожина, и Суровикина, еще тех, которые, головы которых полетели, но нам не рассказывали, не дают их имен. И с другой стороны, продолжает существовать нынешняя система боя Верховного командования. Имеется в виду и Шойгу, и Герасимова, и других. Так что тут противостояние разных группировок, и в этом отношении, вероятнее всего, сумели додавить эту группировку Пригожина-Суровикина, хотя Пригожина пока не трогают. И он теперь, так сказать, фигурирует в африканских разных событиях, но и намерен еще вернуться. Так что это не все просто. Но мы находимся в центре, не скажу эпицентре, в центре вот этого противостояния, которому еще не конец. И у Путина сложный выбор, кого поддерживать, кого не поддерживать, или вообще его не спрашивают, все может быть. Но продолжается все это противостояние, и это стоит учесть. На ваш взгляд, на ваш взгляд, Путин по-прежнему держит руку на штурваре, что называется, или этой рукой водит кто-то? И может быть и раньше водил, есть и такие высказывания? Ну, нам знать не дано. Тут есть разные какие-то версии о двойниках, и все. Я это серьезно не знаю. Не-не-не, я сейчас имею в виду не двойников. А он сам по себе, да, он держит пока руку на штурваре, если хотите. Но у него есть достаточно много проблем, у него есть давление. И он вынужден так или иначе считаться с мнением разных противоболствующих сторон, что они делают. Ну, кстати, вот сейчас было опубликовано очередное расследование, фильм расследования группы Навального, команды Навального о яхтах Путина. И там, конечно, они приводили такие примеры, что вместо того, чтобы укреплять свой флот, армию и так далее, то есть какие миллиарды выкидывались на эти яхты, вот эта последняя яхта, которая сейчас только-только была отремонтирована уже в период войны. Этот материал, ну вот сегодня утром его посмотрело уже там полтора миллиона человек. Соответственно, сейчас вот на момент записи нашей передачи, я думаю, там уже за два миллиона перевалило. На ваш взгляд, это оказывает какое-то влияние, хоть какое-то влияние на ситуацию в Кремле? Или им там все, что там подумаешь, там плебс смотрит, народ смотрит, ну и черт с ними, это на нас не имеет никакого влияния? Я хочу заметить, что уже достаточно давно весь Кремль есть, так сказать, участники того или иного делового предприятия, где делят... То есть я вам помогу, одна организованная преступная группа, ОПГ, да? Преступно вы сказали. Я сказал. Нет разделения между, скажем, властью и деньгами в России. Это считается действительно очень негативным, так сказать, явлением, с которым борются другие государства. В России эта система победила с самого начала, и поэтому все участники этого процесса так или иначе держат. Прикарманили достаточно много, и каждый тот, в той или иной мере, участник. Те, которые не хотели принимать участие, делиться со своими предыдущими, да, экономическими возможностями, и ушли, уехали, ушли, сбежали. И часть из них были проблемы со здоровьем, не выжили. Но, видите, идет борьба за это. Поэтому Путин в этом вопросе не исключение. Он первое лицо им положено, первый, так сказать, первый приз. Или больше других. Но остальные тоже получают. Так что не надо за то дело, что это отдельно взятая личность, и все остальные якобы не удел. Все удел, вся команда удел. Вопросы, как эта информация сказывается, влияет на общественное мнение. По-моему, там в России с общественными мнениями все проходит очень гибко и очень, так сказать, эффективно. Есть там те или иные возможности представить это соответственно, и не учитывать те или иные негативные аспекты. Так что общественность этим живет более или менее пока нормально. То есть, как с гуся вода, да? Без ответа. Достаточно, да. Риторический вопрос, но, так сказать, не мой ответ. Хорошо. Давайте переместимся, так сказать, в наши края, как бы, что происходит у нас, а именно иранская угроза и отношения Израиля и Саудовской Аравии. Ну, с иранской угрозы чуть попозже. Давайте начнем с Саудовской Аравии. То есть, идет определенный процесс, в котором участвуют Соединенные Штаты с попыткой привести Саудовскую Аравию за стол переговоров с Израилем, а точнее приобщить ее к так называемому соглашению Абраама, которое Саудовская Аравия, на которое взирает, как бы, и вроде как одобряет, но пока что не вступала. И вроде были серьезные, так сказать, подвижки в этом направлении, пользуясь терминологией Михаила Сергеевича Горбачева. И вдруг Израиль, как гром среди января, заявил, что вообще-то, вообще-то, Израиль против того, чтобы Соединенные Штаты передавали Саудовской Аравии ядерные технологии, а это, собственно, являлось одним из условий сделки. А как вы расцениваете этот шаг Израиля и каковы ваши прогнозы? Я начну с того, что при чем здесь Израиль. Это составная, это процесс составная, более глобального процесса, скажем, борьбы за влияние и владение обстановкой на Ближнем Востоке между практически всеми державами, это и Соединенные Штаты, это и Россия, это и Китай, и же с ними, которые так или иначе пытаются влиять на двух, на данном этапе двух основных игроков, это Саудовская Аравия и Иран, и кого они выберут, и с кем они пойдут, и какое будущее там так или иначе готовится для всех них. В этом отношении Соединенные Штаты ведут свою игру с собой, и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и с Саудовской Аравией, а быть как-нибудь нельзя сделать договориться о соглашении, потому что в конце концов отношения существуют, Советский Союз, пардон, Ассоединенные Штаты, да, работает с Саудовской Аравией, и да, поставляет, и покупает, и так что, что тут, собственно говоря, менять? Тут нужно менять общее стратегическое положение, тут нужно создавать геостратегический, скажем, какой-нибудь новый курс, и в этом отношении следует так или иначе присоединить Саудовскую Аравию к уже существующей базе, и центр этой базы, или как-то эпицентр, это Израиль, потому что это основная составляющая вооруженных сил в регионе, и технологии, и много чего еще в будущем, поэтому так или иначе, не договорившись по вопросу Израиля, Саудовская Аравия не может участвовать в этом вопросе. Ну, и Саудовская Аравия выставляет, естественно, свои жесткие требования, пытаясь на этом отыграться. Поторговаться, как интеллигентная. Поторговаться, но на максимальном уровне, и она требует практически всего. От Израиля она требует так, палестинского государства, или чего-нибудь такого в этом роде, как минимум, а как условия, иначе она не может заводить позитию, как ведущая мусульманская страна. А что касается военной помощи, то, естественно, это все, что у Соединенных Штатов есть, плюс создание так или иначе ядерной базы. В этом отношении Израиль много лет придерживается своей линии, что он не допустит существования ядерного потенциала ни у кого из ближневосточных государств, и он доказал уже на деле дважды. И Иран в этом контексте, кроме того, что он Иран, есть немного проблем, он тоже находится в этом списке, и теперь Саудовская Аравия тоже хочет. Если это произойдет, Израиль считает, что тогда рухнут все преграды, и весь регион побежит вооружаться ядерным потенциалом, и тогда это уже совсем другой мир, уже другая планета. Я еще напоминаю, что существует и Египет, и Турция, и так далее. У всех сразу возникнет неограниченно интерес к этой возможности, не допустим, что у иранцев, у саудовцев были, а у них не будет. Так что в этом отношении Израиль скажет четкую позицию, что это должно быть контролируемо. И в этом отношении сначала Израиль сказал, что ни в коем случае, теперь Израиль по-моему сменил тон и говорит, да, но. А что но имеет в виду? Имеет в виду именно то, что он должен быть очень контролировать. Должна быть гражданская программа под полным контролем, скажем, мировой общественности и так далее. Естественно, Израиль так или иначе будет участвовать в результатах этих переговоров по созданию регионального, скажем, какой-то базы, блока, союза. И, естественно, все от этого только выигрывают, по-моему. Но это так. А отдельный вопрос то с Ираном, который в той или иной мере тоже ведет переговоры с Соединенными Штатами, и с Саудовской Аравией, между прочим. И тоже ведет переговоры с Китаем, в основном с Россией. Так что там еще очень непростая обстановка. И в этом контексте Иран хочет тоже остаться ведущим игроком в регионе. И основной противник Ирана – это не Израиль, хотя это иногда со стороны так кажется. А основной противник – это Ирана. Они так это рассказывают вообще? Позиционируют, что основной противник – Израиль. Это легче всего продать как своему населению, так и соседям. Но основной противник на самом деле – это Саудовская Аравия. Это кто возглавит исламский мир. А в меньшей причине не идет. Они же недавно целовались там, обнимались. Ну да, и параллельно идут попытки так иначе договориться, создать видимость сотрудничества и так далее. Так что очень много вопросов нерешенных. Поэтому все давят очень жестко, каждый со своей стороны. И Соединенные Штаты уже готовы доиграть уже до ядерного потенциала. Но Израиль в этом отношении готов помочь Соединенным Штатам. И этим самым он, скажем, улучшает свои позиции, улучшает ситуацию в регионе. Но это мы еще в центре игры, еще далеко до конца. Нацви, ну вот мы, чтобы закончить иранскую тему, если можно, так сказать, ее вообще закончить. Мы с вами говорили на прошлой неделе о том, что американцы сейчас ведут переговоры с иранцами. Они разморозили активы иранские. И в Израиле очень насторожны к этому отнеслись. Потому что понятно, что эти деньги пойдут не на общеобразовательные программы, и не на строительство поликлиник, да? А пойдут, соответственно, на вооружение и на приобретение оружия. Что происходит сейчас? То есть, насколько Израиль, так сказать, готовится к тому, что, возможно, придется решать эту проблему самостоятельно? Причем это постоянно этот рефрен звучит. Израиль вероятнее всего будет сотрудничать с Соединенными Штатами. Будет умиротворение Ирана. Поэтому сейчас ведет себя достаточно аккуратно. Если Соединенные Штаты сумеют договориться, скажем, о новом подходе к ядерной программе Ирана и задействовать соответственный международный контроль, Израиль этого противиться не будет и Иран не тронет. С другой стороны, Иран так или иначе пытается, как было такое свое время выражение, поджигатель войны. Он этим занимается очень активно в регионе и готовит, скажем, те или иные агрессивные угрозы по отношению к Израилю со всех сторон. Израиль готовится к войне на всех фронтах. На всех фронтах присутствует Иран, это его работа. В этом отношении Израиль готов к обороне. И не исключено, что Иран для того, чтобы сменить реалии в регионе, он может начать те или иные военные действия практически бай прокси, что называется. Послать против Израиля тех или иных своих представителей, филиалы разных шиитских милиций, разных там палестинских группировок из Балу и так далее. Это и есть Иран. И в этом отношении не исключено, что это может начаться практически в любое время. И это так или иначе, я не знаю, насколько это изменит ситуацию, но это может так или иначе привести к очень жесткому конфликту на всем региональном уровне. И тогда это один вопрос, что делать дальше. На данном этапе основное усилие игроков этого не допустить. И тут у нас естественный вопрос, если начнется по инициативе Ирана та или иная, скажем, конфликтная ситуация, где будут другие державы, и где Соединенные Штаты, и где Россия, между прочим, Китай и так далее. Поэтому это очень непростой вопрос. Израиль, со своей стороны, к этому готов и, по-моему, даже очень. То есть вы считаете, что вот эти отказы резервистов и вообще брожения, которые сейчас происходят вокруг вот этой самой реформы, они не влияют пока что на боеспособность армии? Так оно и есть. А где тот порог ощутимости? Вот наши тоже говорят, там, и генералы о том, что, ну, это все, конечно, плохо, да, но пока что это не затронет. Пока это вот до какого момента? Это еще месяц, еще два, еще три или это там еще полгода? То есть в какой момент это начнет уже влиять на обороноспособность страны? Отказничество. Дальше, чем это находится, дальше уже идти некуда, потому что уже не осталось тех вольноопределяющихся добровольцев. Они все уже в этой группировке и теперь там разбираются именно в этом вопросе, насколько это серьезно, опасно и так далее. Но других уже нет. Все остальное это действующая армия и так далее, и резервисты, которые обязаны служить. А так, что в той или иной мере определенная группа серьезных людей, но все же достаточно ограниченная группа, да, заявила о своем уходе, и в этом отношении, по-моему, во-первых, они все вернутся, если будет, скажем, придет время войны, да, а все они вернутся, но даже без них. И так, значит, система существует и продолжит существовать, и она достаточно эффективна. Извините, но я не могу, я все-таки хочу, так сказать, вас перебить, извините. Но вот, например, говоря об авиации, то есть, если не ошибаюсь, два или три бывших командующих военно-воздушными силами Израиля, то есть это три генерала, да, которые находятся в отставке, они сказали, что они отказываются приходить. При этом было пояснение, что функция этих генералов, когда их призывают, когда они идут на резервистские сборы, то есть они находятся в штабе ВВС во время проведения, значит, серьезных операций, да, и являются, как бы, мозговым центром. То есть они являются тем, той командой, которая принимает решение, формирует его и передает его действующему командующему. То есть в этом, конечно, логика определенная есть. То есть кто никак, как не бывший главнокомандующий ВВС, знает всю эту самую ситуацию. Сейчас, если они перестают ходить на эти самые сборы, да, то есть через какое-то время они уже утрачивают, как бы, оперативную информацию, которой они владеют, да. То есть если случится время че, там, через год, да, то им придется определенное время входить в курс дела. Фактически можно и без них тоже, хотя жаль. А, что значит можно? То есть они зря все это время, 20 лет ходили на резервистские сборы? Ну, цвей, они вас с шапками закидают. Ну, конечно, целая группа старших офицеров того же возраста, которые, да, участвуют в всех оперативных и разборках, и подготовке, и мероприятиях. Да, они очень существенны для эффективности ВВС, если хотите, и других систем. Но все же система должна базироваться на том, что он, что имеет, а не того, чего хотелось бы еще, и она, по-моему, справится. Но я смею надеяться, что все эти демарши так или иначе подействуют или воздействуют на правительство, которое должно сменить свой курс, но это уже отдельный политический вопрос. Спасибо. Спасибо большое, Цвимагин, политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, в прошлом директор спецслужбы НАТИФ. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok